Эти несколько месяцев в Сочи рабочие из Нижнего Новгорода будут вспоминать, наверное, всю жизнь. В город они приехали на заработки всего несколько недель назад. Пробыть в Олимпийской столице планируют недолго. Все-таки самый активный период строительства уже позади. Но мужчины признаются, что с гордостью будут рассказывать детям и внукам о том, что именно они помогали Олимпийскому Сочи наводить лоск. Вот сейчас строители укладывают на набережной реки тактильную плитку для слабовидящих. Такую работу считают особенно почетной. Очень важно. Они себя тоже чувствуют честью. Не обделенные, можно сказать. Чувствуют заботу о себе. Эта реконструкция набережной самая масштабная за все время существования прогулочной зоны вдоль реки. В разгаре второй этап работ. Участок в районе Новой Зари давно принят в эксплуатацию. Сейчас работа кипит по улице Конституции. Уже в октябре сочинцы смогут прогуляться по набережной от Краснодарского кольца до рынка. Многие, особенно пожилые люди, уже оценили удобство. Теперь, чтобы попасть на другой берег, не надо считать ступеньки на лестнице железнодорожного моста. К реконструкции набережной я отношусь очень положительно. Потому что подниматься каждый раз на этот железнодорожный мост тяжело. А сейчас тут вообще можно и в дождик ходить, и под эстакадой. И очень удобно. Очень хорошо, очень красиво, очень уютно стало. Зато будет сами лучше здесь у нас, как всегда. А так, терпение просто в том, что надо терпеть вот эти пробки, вот эти, знаешь, пил. Ну, это понятное дело, везде, где стройка, оно так и должно быть. А зато потом основном все будет лучше и лучше. Следующий этап реконструкции набережной коснется участка от Краснодарского кольца и до вертодрома. Таким образом, по задумке чиновников, спальные микрорайоны Макаренко и Донская будут связаны с морем, благоустроенной прогулочной зоной. Ход реконструкции представители власти контролируют практически ежедневно. Работы должны вестись строго по графику, ведь возможности сдвигать сроки нет. Это пешеходная зона, еще одна. Люди из микрорайона Макаренко, микрорайона Донской пешком могут ходить на велосипедах. Окончательно решен вопрос и с канализационной трубой, которая проходит прямо по тротуару на участке от Сарма до рынка. Однозначно ее уберут, но пока технологически сделать это невозможно. Она останется действующей, пока ведется переключение на новую линию бзугинских очистных сооружений. Как только эта работа будет закончена, начнется демонтаж трубы. Это очень богоугодное дело, и я считаю, что все сочинцы должны нас поддержать, еще немножко потерпеть неудобства, которые мы причиняем безусловно стройкой, и понимать, что мы так долго ждали эту набережную, и мы ее наконец-то дождемся в полном объеме. Параллельно с реконструкцией ведется и чистка русла реки от деревьев и мусора. Также запланирован ремонт гидротехнических сооружений, так называемых перепадов газителей, которые уже пришли в негодность. По полной обновленной набережной жители и гости Сочи смогут прогуляться уже в конце этого года. Денис Шичкин, телекомпания ФКТ